ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К правильному завтраку нас приучают еще с детства. На утро обязательно каша. Но уже во взрослой жизни мы сами выбираем крупы, и тут возникает вопрос. Какая полезнее? Рис, пшено, гречиха? Последняя, кстати, получила статус царицы круп. Ну и тут есть загадка. Обычная коричневая или зеленая? На чем остановиться? Зеленая гречка – способ переработки или отдельный сорт? В какой гречке больше полезных свойств? Что такое рутин и почему он важен для нашего организма? Зачем нужно проращивать гречку, а главное, чтобы быстро, вкусно и полезного из нее приготовить? Об этом и многом другом смотрите в выпуске. Тратить как можно меньше времени у плиты – мечта, пожалуй, и каждой современной хозяйки. Так, конечно, недалеко и до фастфуда, но немало и тех, кто выбирает полезную еду. Лиза в свои 16 придерживается правильного питания. Пока родители на работе, самостоятельно собирает себе ланчбоксы в школу. Вместо гамбургеров и картофеля фри предпочитает крупы. Я решила попробовать зеленую гречку, мне она понравилась, и я решила добавить свой рацион. Я люблю овощи добавлять, какой-нибудь салатик. Также, если я вот прям знаю, что у меня будет тяжелый день, я беру либо котлетки какие-нибудь, там, тефтельки. Для того, чтобы приготовить себе вкусный обед, достаточно просто закинуть пакетик в кипящую воду. Стоять у плиты не обязательно, и можно заниматься своими делами. И уже через 20 минут можно собирать яркий и здоровый обед. Ничего лишнего. Гречка, нарезанные овощи, Лиза предпочитает помидоры, брокколи и обязательно зелень. Такой рацион, особенно для растущего организма, нутрициологи одобряют. Не каждая крупа у нас содержит, это нужно постараться найти, если она вообще существует, набор 18 аминокислот. Именно зеленая гречка их содержит. Поэтому это действительно богатейшая крупа, богатейший продукт на флавоноиды, на антиоксиданты. Она благотворно влияет на ЖКТ, опять же, она легко усваивается. Но в чем же разница между привычной коричневой гречкой и зеленой? По сути, это одна и та же культура. Различие в том, как обрабатывают крупу. Кстати, изначально собранные зерна нежнозеленого цвета. Именно такой на Руси ее употребляли в пищу. А вот коричневой гречкой становится после обжарки, с дополнительного этапа обработки, в результате которого продукт теряет часть полезных веществ. Зеленая гречка в дальнейшем проходит только этапы калибровки. То есть это отборное зерно, способное к выращиванию в нашем случае, наша гречка. Что значит, что она способна к выращиванию? Это значит, что зерна не надломаны, не повреждены. То есть они идут зернышко к зернышку. И, собственно, вся первозданная польза сохраняется. То есть никаких дополнительных обработок термических, химических данных продуктов не проходит. А это значит, что в зеленой гречке сохраняются не только витамины группы В, магний, железо, фосфор и другие, но и рутин, он же витамин В. Важен он для полноценного функционирования иммунной и кровеносной систем, влияет на прочность сосудов и предупреждает преждевременное старение. А еще содержит ту самую фолиевую кислоту, что назначают будущим мамам доктора зачастую на все время беременности. Ей больше фолиевой кислоты, потому что она зеленая. То, что зеленого цвета, у нас содержит больше как раз фолатов. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны зеленая гречка как раз менее показана тем людям, у которых имеется склонность к заболеваниям почек, с образованием камней, особенно аксалатных камней или нефропатии. Однако сказать, что у коричневой гречки совсем нет полезных свойств нельзя. Тогда логичный вопрос, почему у зеленой гречки цена несколько выше? Дело в том, что в процессе отделения цветочной оболочки зеленая гречка повреждается сильнее, чем коричневая, которую перед этим пропарили. Все поврежденные зерна зеленой гречки отсеиваются и практически половина становится отходом. Такой он отборный продукт. Коричневую гречку мы привыкли есть как кашу или гарнир. У зеленой же гораздо больше вариантов применения, так как она живая, не пропаренная, ее можно прорастить. Промытую крупу замачиваем на один час, затем сливаем воду и убираем в темное теплое место. Через сутки зернышки прорастут, и ее можно добавлять в салаты, смузи или есть как гарнир. Оптимальная длина ростков где-то от 2 до 3 мм. То есть такое зерно рекомендуется употреблять в пищу. Елена Никулина в прошлом врач-невролог, сегодня успешный фитнес-тренер. Профессию девушка решила сменить, когда поняла, что многие болезни проще предотвратить, чем излечить. Так Елена начала себя. Похудела на 30 кг, а после стала помогать в этом окружающем. Я использую в своем питании и обучаю своих клиентов тому, что нужно питаться по правилу тарелки. То есть мы не занимаемся именно подсчетом килокалорий. Я не занимаюсь тем, что даю именно дробное питание, потому что, проходя очень много обучений именно в фитнес-индустрии, нас обучали именно постоянному перекусу. А на самом деле современному человеку это не нужно. То есть есть определенные показания, с которыми именно непосредственно нужно это дробное питание. По правилу тарелки на вашем блюдце должно быть много овощей, белков и сложных углеводов. Среди последних особенно полезной и универсальной Елена считает зеленую гречку. Так пророщенную крупу можно смешать с натертой свеклой и морковью, добавить оливкового масла и специи. Такой яркий салат разнообразит любое блюдо и понравится всем членам семьи. А необычный десерт в виде смузи с добавлением зеленой гречки особенно оценят дети. Использовать можно как сезонные фрукты и ягоды, так и замороженные. Всего один новый продукт не только разнообразит меню, но и подарит вашему телу заряд бодрости и энергии. Пробуйте новое и оставайтесь здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин